Ну, я так понял, что здесь у нас, ну, по крайней мере, среди выступающих все единомышленники, да, и мы все понимаем, что дважды два четыре. Так, единственное, что я думаю, что у нас нет ни у кого ответа на вопрос, как нам добиться пересмотра этой экономической политики. Вот, может быть, у кого-то есть. Знаете, да? Ну, вот, 20 минут у нас на обсуждение этой стратегии, ну, давайте вот, Василий Александрович, если знаете, расскажите нам, как нам этого добиться. Кратко только. Конечно. Василий Мельниченко, председатель сельхозпредприятия Галкинской и Свердловской области, председатель полицовета движения Крестьянский фронт России. Мы всегда ставили целью, вот, наше общественное движение, это близкий диалог с властью, и если мы что-то ставим, значит, вот, цель свою, то надо довести до всех и решать, договариваться. Вот. Нам удалось было поговорить вот с председателем Совета Федерации Мироновым, очень серьезная была работа, встреча. Миронова, ну, сняли, или он сам ушел. Нам удалось добиться встречи с Медведевым, вот, значит, мы тоже порешали вопрос, и Медведев отказался быть президентом. Следующий наш сейчас цель, вот, мы хотим встретиться с Путиным, но после... Да, подождите, подождите. После выступления Гринберга я хочу посоветиться, может, не надо? Что ли встречу это делать? Как считаете? Руслан Семенович, надо встречаться? Да. Конечно, надо встречаться, вот. Потому что и аграрная, и промышленная политика сегодняшняя нас не устраивает. Жители села Галкинское, сел и деревень России, совершенно. Я вот был на выставке «Золотая осень России», я хочу сказать, что это была «Золотая осень» Китайской Республики и западных стран, вот, значит, вот. Если бы не род сельхозмаш и предприятие Лукашенко, вот, то нечего было бы и показывать, было что-либо славянского направления какого-то экономичного. Ничего там не было нашего. Не наша это была «Золотая осень», а «Золотая осень» предприятий Запада. Вот. Плохо? Надо менять. Вот. Что мы не умеем делать? Умеем, вот. Ростельхозмаш делает. Я бы катался с удовольствием, даже президент вот покатался на комбайнах, и я бы катался. Значит, можно делать. Значит, надо решать это и говорить, вот. Что теперь вот о точке невозврата? Ну, что, как бы, обсуждение идет. Да нету точки невозврата. Есть точки роста, так давайте их делать. Разрушили до фундамента. Вы представляете, на пустом месте, какое можно хорошее строение строить, вот, значит, еще лучше, чем было, в общем-то. Поэтому можно. Что касается, значит, и сдать там ядерное оружие и другое. Давайте все-таки у нас обсуждение. У нас будет еще выступление сегодня. Давайте. Ну, давайте. Далее минуты, коллеги. Если что. Спасибо. Извиняемся. В виде вопросов докладчикам. Вот. Игорь Борисович Чубайс, пожалуйста. Давайте. Спасибо. Извиняюсь. Спасибо. У меня две реплики. Одна, наверное, нас объединит, а другая расколет. Первая реплика такая. Мне кажется, что мы как-то не слышали то, что нам было сказано. Вот, знаете, за 10 дней до 25 сентября, когда мы узнали итоги выборов, выступил секретарь Совбеза Патрушев, а Совбез это лично приближенный, доверенный и абсолютно надежный. И Патрушев сказал, что к 2025 году у нас такая демографическая ситуация, что нам не будет хватать 10 миллионов гастарбайтеров. В переводе на русский язык это означает никаких реформ не будет. Заткнитесь и не ждите. Все будет по-старому и будет еще хуже. А второй призыв, который прозвучал в июле, неожиданно мы узнали, что план Лужкова по реконструкции Москвы одномоментно отменяется и будет 2,5-кратное увеличение Москвы. То есть это подтверждает то, что в этой экономической системе только две ценности – нефть и столичная земля. Больше нет. Только на этом они могут работать. Поэтому, когда вы выстраиваете какие-то планы, концепции, вот я слушал Чуева, он бросил, лишь бы нашу программу с порога не отвергли, да, да извините, нахрен нужна ваша программа, то у вас имитация идет. Поэтому вывод. Значит, если мы о чем-то говорим, то нужно доводить логику до конца. Нужно говорить о том, как можно оказать давление на власть, заставить ее слушать, потому что призывы… 90 лет здесь звучит. Понимаете, Мартов предложил программу НЭПа, да, его вытурил Ленин из страны, через три года объявил НЭП. Вот так у нас идет 90 лет. То есть все планы, идеи звучат, но не реализуются или реализуются по-другому, а другого имени и так далее, и так далее. Поэтому какие можно предложить механизмы? Механизмы эти вообще существуют. Я бы мог об этом говорить долго. Ну, например, скажем, в Польше был круглый стол, и солидарность заставила власти принимать их условия. Понимаете, будете готовить круглый стол? Готовы? Будет эффект. А будете друг с другом обсуждать? Так, вот как кто-то сказал, что вариант Люксембурга, да, вот Россия будет как Люксембург, только маленькая такая. Понятно, Игорь Борисович, все, спасибо. И вторая реплика, у меня есть еще одна реплика. Я понимаю, что цензура всегда действует. А вторая реплика та, которая нас разъединяет. Значит, когда мы говорим о планах России, о будущем и так далее, то ведь Россия-то разная. Представьте, что нам из Германии идут сигналы. В понедельник билборды с Гитлером вывесили в Берлине. Во вторник новая станция метро Геббельсовская, которая соединяется с станцией Геринговской. А в среду федеральный канцлер встал на колени и сказал, что этих нацистских преступников мы осуждаем. В четверг создается Национальный совет по преодолению нацизма. Понимаете, нельзя жить в двух Германиях. Вы либо в Рейхе, либо в РГ. Вот мы живем сразу в двух Россиях. В сталинской и в российско-исторической. У них совершенно разные цели, программы, экономические проекты. Сначала нужно определить, какая Россия нам нужна. У поляков дважды два четыре, а у нас дважды два, вопросительный знак. Надо договориться об идентичности страны, какую страну мы отстаиваем. А после этого разрабатывать для нее программу. Потому что они будут совершенно разные в разных Россиях. Все. Я прошу прощения, Игорь Борисович, буквально тогда на реплику отвечу. Вы, принимаю, принимаю ваши замечания, но хочу сказать, все-таки у меня задача доклада была представить программу. А вот механизмы, в том числе давление на власть, это отдельная тема. И мы о ней, я думаю, поговорим обязательно. Но это немножечко все-таки выходит за рамки, да? Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Да, Михаил Васильевич. Емельянов, депутат Госдумы. Да, если можно, небольшую реплику. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили на это интересное заседание. Создание такой площадки очень важно, потому что, ну, известно, что именно аналитические центры управляют миром. И во многом ту программу, которую задают аналитические центры, потом реализуют правительство. И вот Руслан Семенович говорил о том, что Путин вроде бы не потерянный человек. И мы иногда слышали от него, в общем-то, высказывание, которое противоречит той экономической политике, которую проводила прежнее правительство, его правительство. Однажды он критиковал Зубкова за то, что там снизили таможенные пошлины. Говорит, да что ж вы делаете? Отрасль может развалиться. Но через два дня в Думу был внесен пакет законопроектов о снижении пошлин на 100 примерно товаров. После встречи с Диарипаском он тоже высказал вроде бы такую здоровую идею, что зачем же мы так завышаем курс рубля? Это же бьет по нашей промышленности. Через некоторое время благополучно Игнатьев, Улюкаев и Краищенко тогда был, еще больше опустили курс рубля. То есть очень важно, подняли до курса рубля, очень важно, чтобы был какой-то аналитический центр, который бы, ну, внятно артикулировал целью новой экономической политики. Вы это делаете, это вы молодцы. О том, как давить на правительство, ну, может быть, стоит подумать о создании некой ассоциации российского бизнеса, которая бы выражала эти идеи. Пора покончить с мифом, что в России единый бизнес. В России два бизнеса. Один бизнес от Акан-Подорской, который делает деньги на спекуляциях, на валютном рынке, на недвижимости, ритейл и так далее. Которому выгодна эта экономика. А другой бизнес, это производящие, это такой, как вы, кто делает комбайны, кто делает самолеты, кто делает суда. И экономическая политика отнюдь не в ваших интересах. И от РСПП, от Деловой России, от АПО России никогда не слышал тех идей, которые высказывают здесь. Они повторяют те вещи, которые они читают передавицы коммерсантов и ведомостей. Что нужно развивать институты, надо улучшать инвестиционный климат, судебная система и так далее. Но это часть проблемы. А другая часть проблемы, о которой вы говорите, это завышенный вопрос рубля. Это бездарная, таможенно-тарифная политика. Это высокие цены на энергоносители. Это все то, что делает производство в России невыгоднее. Так может быть бизнесу надо производящему организоваться? И выходить на диалог с правительством от этого большого слоя. Независимо от РСПП и прочих институтов, которые обслушивают совсем другие интересы. Спасибо. Спасибо. Да. Ну стараемся объединить бизнес и не только бизнес. У нас есть вопросы из зала. Кто из спикеров может ответить на вопрос, почему правительство не покидает свои места, если не может компетентно решать вопросы? Это, видимо, литерический вопрос. Нет, это вопрос самый главный на самом деле. Подождите секундочку, я сейчас скажу одну вещь только. Вот смотрите, ничего умнее в мире не сказано, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. И у нас есть выбор ведь такой, небольшой. Значит, либо мы превращаемся из подданных в граждан. Вот то, что господин Чубайс говорил о том, что нам надо вот круглый стол в Польше устроить. Но я, конечно, сейчас вступаю на очень рискованную почву. Но ведь круглый стол в Польше состоялся не потому, что кто-то сказал, пришел с письмом и сказал, «Ребята, а давайте круглый стол, что-то вы здесь засиделись». А вышло 10 миллионов человек. И тогда руководство ПОРП поняло, что либо, значит, скинуть, либо надо разговаривать. Я не хочу никакие аналогии проводить, потому что наша ситуация по-другому выглядит. Но вообще-то говоря, если вот говорят так, что люди во власти, Одна пролетолог здесь говорила на Вадайском, говорит, что вот с одной стороны они хотят сохранить свою власть. Это понятно, потому что это сладко. А с другой стороны они понимают, что всякие либеральные эксперименты проводить, это очень опасно, потому что народ не созрел. Может быть хаос и все такое прочее. Поэтому вот как учили коммунисты, вот у них личные интересы совпали с общественными. Да, ну в Польше прежде чем 10 миллионов человек вышло на улицу, наверное, все-таки проводили круглые столы, что-то обсуждали, что-то... Потом, потом, ну ладно. Да, Нечаев Андрей Алексеевич, пожалуйста, хочет что-то сказать. Коллеги, ну, нас здесь всех, безусловно, объединяет критическое отношение к части той политики, которая проводится. Не буду усугублять и тратить время на перечисление явных ошибок и влагоглупостей. Но вот все-таки те рецепты, которые мы вносим, они должны быть профессиональны и не давать возможности потом, значит, над нами шутить. Ну вот, например, из резолюции, не обижайтесь, что у нас такой профессиональный диалог, да? Вот из проекта резолюции написано, что надо снижать ставки по кредитам, но при этом не бороться с инфляцией. Но даже Гераченко подтвердил, что банки не благотворительные организации, поэтому задача не решается просто в этих терминах. При уровне инфляции порядка 8%, значит, там, бороться за ставки в 5% задача совершенно бессмысленная. Или, например, совет, вот нам Чуев рассказывал о том, что надо снизить НДС для, там, инновационных отраслей, по-моему, да? Ну, так вот, это же они, они-то будут платить НДС по общей ставке, а получать по сниженной, да? То есть, соответственно, возможность зачета у них существенно сокращается. Поэтому вот это очень такой опасный совет. Ну и, мне кажется, правильно избавиться от всякого рода популистских предложений. Я понимаю, как нас всех возбуждают там яхты, дворцы и так далее. Ну, так надо только понимать, что мы ничем их обложить не можем. Они не у нас, они в другой юрисдикции. Поэтому мы, конечно, можем призывать их облагать, но только практически это едва ли удастся. А но, с другой стороны, вот такого рода призывами, мы, конечно, в достаточной степени стимулируем продолжение оттока капитала. Вот. Ну и тот редкий случай, когда я хочу солидаризоваться со старшим Чубайсом, что, конечно, не надо верить, что правительство готово воспринимать какие-то просто благие пожелания, даже если они выглядят разумными. Конечно, надо думать о каких-то формах давления. Вот вера в то, что в один прекрасный день по истечении 12 лет правительство страны вдруг прозреет и станет все делать по-другому, но это примерно из той же серии иллюзий, что можно, не снижая инфляцию, снижать ставки по кредитам. Спасибо. Андрей Алексеевич, я вас очень уважаю, но я с вами категорически не согласен. Значит, дело вот в чем. Насчет кредитов. В Казахстане сделали очень просто. Назарбаев выделил деньги из бюджета и отдал банков, используя их как агентов. Они были обязаны давать кредиты под 10 или 8 процентов годовых. 2 процента оставалось им. Кто хочет, это была специальная программа. Кто хочет, участвует. Кто не хочет, не участвует. Я прошу прощения. Можно и бесплатно деньги раздавать из бюджета, если есть. Мы-то говорим о кредитных ставках, которые складываются на рынок, которые генерируются банковским сообществом. А в принципе, можно из бюджета просто раздавать деньги бесплатно, доведя ставку до нуля. Но только может бюджет закончиться в какой-то момент. У нас как раз выдается в виде уставных взносов и так далее. Но я сейчас о другом. Насчет НДС. Вообще говоря, решается очень просто. НДС это в переводе на русский язык налог на добавленную стоимость. Так давайте платить налог на добавленную стоимость. То есть считать добавленную стоимость, умножать на коэффициент и никаких возмещений. Пожалуйста, возмещение прямым счетом считать. Мы давно это предлагаем. Никто не обсуждает. Вернее, многие уже согласны. Многие считают, что это хорошо. То есть для всех, кто не имеет льгот, это вполне нормальная мера. И последнее. Надо сделать налог НДС 10% для всех. И тогда бюджет получит при сегодняшнем состоянии дел без льгот. Без льгот. И тогда бюджет получит дополнительно примерно в два раза больше НДС, чем он еще не получает. Это прежде всего финансовое. Сейчас я скажу. Это не глупое. Это тоже не глупое. Нет. Если считать прямым способом, то можно выборочно. Прямым способом. А если для всех, то можно тогда делать это самое. Не прямым, любым способом. Вот сейчас мы были в Грузии. Там НДС для сельского хозяйства 0, для промышленности 18%. То есть можно выборочно назначать? Есть практика? Можно я два слова? Два слова, да. Я прошу прощения. Я просто по поводу НДС. Я, конечно, имел в виду, что мы можем выборочно это делать, имея в виду, конечно, прямой счет. То есть мы, так сказать, все суммируем и вычисляем эти реальные 18%, а не так, как сейчас. Сейчас у нас НДС – это вообще что-то абстрактное. Мы даже с авансов сейчас платим НДС. Ну а что касается выборочно, вы знаете, у нас есть режимы налоговые на сегодняшний день. Тот же самый упрощенный системы налогообложения, где нет НДС. И она как-то взаимодействует. Это сложно, не очень удобно взаимодействовать при нынешнем счете НДС. Но как-то стараются. Кроме того, есть то же самое возвращение НДС экспортерам. По-другому начнем считать НДС, можем делать, как хотим. Владимир Сергеевич Евсюков. Спасибо, Константин Анатольевич. Значит, может быть, я один человек, который прочел все три документа. Это резолюция, проект резолюции, это голубая брошюра, это сжатое изложение программы модернизации и полный текст модернизации. На мой взгляд, резолюция требует уточнения. Мне кажется, нужно очень важный раздел включить. Это совершенственная налоговая система. Он здесь опущен. Далее в проблему демографии здравоохранения добавят социальные проблемы. Это взаимосвязанный вопрос. И первый раздел – разумная финансовая политика. Мне кажется, нужно переделать четвертый пункт. Записано – отказаться от борьбы с инфляцией любыми средствами. Но такая формулирука вообще неправильная, потому что есть меры борьбы с инфляцией и разумными методами. В том числе, на мой взгляд, это прежде всего стимулирует развитие производства товаров. То есть товарное наполнение рынка и сервисные услуги, востребованные сервисные услуги. Второе – вопрос коррупции. Я не знаю, но я глубоко убежден, что коррупция для нас – это настолько отвратительное и настолько пагубное явление в нашей жизни, не только в экономике, но вообще во жизни. Это же аморальность общества. Поэтому, я полагаю, нужно усилить это, в том числе система борьбы с коррупцией. Во всем мире известно – stick and carrot у англичан. У нас то же самое, только другими словами – кнут и пряник. Ну, какой кнут, какой пряник? Вчера сообщают, что выдающийся какой-то деятель силовых структур купил квартиру 2 миллиона долларов, которые стоят за 9 тысяч рублей. Извините, да, за 9 тысяч рублей. Но в голове не укладывается вообще. Такой масштаб коррупции. Я думаю, это нужно тоже усилить. И последнее, я бы предложил не рассылать полный текст программы, если нужно разослать. А вот голубой брошюр, его можно взять за основу, внеся некоторые уточнения. Спасибо. Спасибо. Вот так мы и делаем. Так, ну, мы рады, что у нас присутствуют представители либерального лагеря, такой политической, что ли, тусовки. Вот, Иван Валентинович Стариков, пожалуйста. Спасибо, Константин Анатольевич. Иван Валентинович, уважаемые коллеги, я потрясен, честно говоря, представительством и думаю, что что-то сдвинется. Я, на самом деле, в отличие от возражения Андрея Алексеевича, согласен с остальными положениями резолюции, ну, в части, вложить средства резервного фонда национального благосостояния, как, впрочем, увеличение там размеров агрегированной поддержки сельского хозяйства в преступлении ВТО. Но мы с вами должны отчетливо понимать, что если систему не поменяем, то все эти деньги окажутся в карманах тех жуликов, которые сидят здесь. Константин Анатольевич, вы прекрасно знаете, вот мы с вами... Мы с вами пытаемся вместе второго дилера в Новосибирской области сделать. Тот дилер, который прикормлен, депутат Единой России и так далее, он обошел всех и сказал, будете работать со вторым, вся бюджетная поддержка, лишитесь бюджетной поддержки. Какой механизм? Коротко. Президент Медведев. До 18 января у нас исторический шанс. Президент Медведев сейчас обладает абсолютно чем неограниченным властью. После 24 сентября коллеги, он не подал в отставку, не отрешен от власти. Он может передумать, с учетом его психотипа, помните, отставку Кудрина. Поверьте уж, извините, до 18, когда будет закрыт шорт-лист для участия в президентских выборах, вы представьте, он передумает, что военный переворот, что ли, устраивает, еще отправит премьера в отставку в этот период, с учетом его особенностей, характера. Поэтому вот то, что вы здесь предлагаете, нужно сейчас апеллировать к президенту. И я убежден, что премьер-министр, будущий президент, с большим, в общем, старанием выполнит то, что вы написали в своей резолюции. Спасибо. Ну все, коллеги, у нас по регламенту сейчас мы уже перебрали 6 минут. Давайте перерыв. Спасибо.